Здравствуйте, мои маленькие любители экстримального геогёсера. Сегодня мы вновь сыграем в эту замечательную игру. В прошлый раз рубрика, в которой я искал квартиры в разных городах и сёлах, весьма неплохо вам зашла, собрала достойные просмотры и комментарии в стиле «Антон, давай ещё!» Друзья мои, как хотите, как попросите. Тем более, сейчас у меня на ютубе нет никакой рекламы, поэтому путешествовать по России я могу позволить себе только лишь в геогёсере. Поэтому поехали! Даю слово пацана. Не знаю, сейчас молодёжь даёт слово пацана, но я даю по старинке. Так вот, даю слово пацана. Первая локация, которая мне сегодня выпадет, неважно, город, посёлок, село, деревня, хутор, туда я поеду в свой первый отпуск. С детьми, с женой, с кысей. Ну, если она, конечно, доживёт. Ну, жена, в смысле. И нас приземляют, ну, слушайте, не самое плохое место. И, в принципе, мы можем прямо сейчас узнать, где мы, если на камере, которая всё это снимала, хватит мега пупсений. Потому что вот здесь мог быть ответ, но, к сожалению, может, очки стоит обновить. Это, очевидно, какая-то школа. Слушайте, там, по-моему, было написано «велком». Мы точно в России «велком»? О май гад. А, извиняюсь, углублённое изучение английского языка имени Некрасова. Какое отношение Некрасов имел к английскому языку? Это же он написал, не знаю, там, «каштанку», может быть, или «муму». Ну, что-нибудь он точно написал известное, может, это другое Некрасов. Но я к тому, что лучше бы это была бы школа с углублённым изучением ремонта. Потому что на вопрос, гляньте, прям у входа просто отвалился кусок... Что это? Я тоже времён-то не силён, времён-то... Я французский изучал. Облицовка, наверное. По этому медведю у меня есть чуечка, что мы в Ярославле. Если это так, то очень даже славный город Ярославль бывал в нём уже позапрошлым. Боже мой, как летит время. Оно летит быстрее, чем волосы с моей головы. Слушайте, а давайте-ка я прям сразу и тыкну, что это Ярик. Знаете, так, я там был, имею право называть его Ярик. Так, так не позоримся. Где? Вот он. Вот он, Эрославль. И давайте, опа, сюда его. Конечно же, друзья мои, это называется Скилл. Угадывать город по отвалившимся кускам от зданий. На самом деле, я примерно представляю, сколько жильё стоит в Ярославле. Примерно как в Туле. Но в Ярославле есть очень солидная набережная. Потому что в Туле, ну... Как бы... Там в Туле... Ну, река есть, конечно. Но рекой назвать это... Ну, ладно, я постесняюсь. А вот Волга, да. Поэтому я бы вот, если бы и брал, то квартирку где-нибудь вот... И где-нибудь вот здесь. Например, вот за 4,5 без ремонта просто красота. Зато с туалетом. Прикиньте, ты купил квартиру, а без туалета. Всё, терпи всю жизнь. Вот маленькая квартира, кстати, но за 2,6. Симпатичная, розовая. Сейчас это актуально, да. Я Барби Гёрл, как говорится. Я люблю Деролл. Но 31 квадрат. Вот, честно говоря, я... Я своё отжил на маленьких площадях. Я, когда снимал квартиру, там было 30 квадратов. Это был ужас. И я человек большой. Как бы мне нужно расширение. Поэтому мне нужно... Вот это мой вариант 8 миллионов. Ну, короче, да. Ярославль, в принципе, мне город нравится. Вероятно, там какие-то есть подводные камни. Вероятно... ЖК Галимый. Не хочу там жить. Ну, кто такое название придумал? Ещё и тормозное шоссе рядом. Обалденно. Просто обалденно. Тормозное шоссе и ЖК Галимой. Вероятно, многие из вас из Ярославля. То есть, вам есть, что об этом городе сказать. Какие подводные. А так, в принципе, реально, Ярославль не самый прям худший вариант. Река. Летом жарко. Зимой холодно. В общем, всё, как мы любим. Ну, а next локация. Это... Это какие-то коттеджи. Какие-то коттеджи. Какие-то коттеджи. Палатки, блин. Я в Туле таких палаток не видел, наверное, лет 50. Это ж... Это как будто в машину времени попало. Может, там сухарики по 4 рубля. Знаете, в детстве мне давали 10 рублей. Этого хватало ровно на сухарики. Мороженое и жвачку по рублю. Было время. Эти некоторые газеты почему-то запрещены. По мнению... Гугла. Ну, а где мы? В данной рубрике я особо долго, особо далеко не расхаживаю. Потому что смысл-то не в этом. Смысл... Эм... Знаете, пусть это будет какая-нибудь... Какой-нибудь Брянск. Знаете, что тут прям попахивает Брянском. Что с этим домом? Он как-то странно покрыт рыжей. То ли ржавчиной, то ли чем-то похуже. Знаете, коричневый такой цвет. Я о чем недавно думал. Гулял себе, гулял по Туле. И на одной из подобных панелек была, знаете, такая советская мозаика. Вот на стене была. Там была ракета. Прям в три этажа нарисована. Вымоизаирована, короче. И вот мне вот интересно. С точки зрения закона. Если я захочу сделать себе утепление. А, как говорят, в панельках очень, сука, холодно. От холда аж подоконник. Ой, подоконник. Говорю, балкон у кого-то отвалился. Видите? И еще у кого-то. Если я утеплением, допустим, перекрою часть мозаики. И является эта мозаика каким-то там, не знаю, архитектурным сооружением, которое стоит охранять. Ну, потому что если ты живешь в памятнике архитектуры. То, как бы, я подумал, это чувак на пикнике. А это просто колесо. Так бы, ты не имеешь права, да, там, вмешиваться в его архитектурные великолепия. А вот, допустим, советская мозаика. Она вообще... Это что такое вообще? Я не знаю. Есть ли юристы? Давайте, вот, после ярославцев в комментариях пусть отпишутся так называемые юристы. Но это я не знаю, что это такое. Мне кажется, это любой город до, так сказать, 50к. Честно говоря, большого желания у меня еще один... Ну уж, будем говорить, как есть, обосравшийся дом. Это мох? Это мох так растет? То есть, там север, да? Ну, слушайте, в принципе, да. Там север, реально. Это мох. Спасибо Николаю Кузьмичу. Это мой препод по ОБЖ. Он меня многому научил. Но, тем не менее, я ткну в... Почему-то хочется Брянск ткнуть. Не знаю. Какой-то внутренний голос. И он меня очень сильно обманул. Мы аж в Калининграде. Город Зеленоградск. Что-то я загрузил тут ваш самый Зеленоградск. И немножко удивлен первым двум всплывшим вариантикам. 9 миллионов и 10,2. Причем, ну, квартиры далеко не дворцы. 50 квадратов, 67, 12. Может, какие-то ультрасовременные ЖК. Жилые комплексы, да? Но, будем честны, то, что видел я, не похоже на ультрасовременные ЖК. Это точно то? Погодите, может, ну, да. Ну, да, вполне себе. Ну, походу, ребята, это что? Это Европа, получается, правильно? То есть, блин, если взяли на этом такие... Может, что-то я не прав? Так, это Калининград? Ну, да, вон, Балтикой запахло. Блин. Что-то дорого, слушайте. Не, пока что Ярославль. Это прям ванлов сегодня. Что это? Что это? Что это за цифры? Что это такое? Что это за цифры, реально? Это шутка какая-то или что это? Блин, нужно было узнать, где мы конкретно. Сие великолепие на безымянном и переулке, и пересечении с улицы Бровцево. Так вот, я нашел примерное местоположение. Ну, слушайте, здесь что-то как-то тоже, знаете, цены такие, что... Как будто мы в Голливуде живем. Как будто вот по соседству живет не какой-нибудь там дедушка Василий, а Брэд Питт, как минимум. Не, мне такое не нается, мне такое не нается. Ух, вот это да. Слушайте, верните меня в Зеленодольск, в Зеленославск, где я там был. На самом деле, это я так, шучу. Конечно, я сам проживал в подобных местах. Когда я играю в Геогёсер, и мне выпадают такие местечки, я даже чутка... Окутывает ностальгией, теплой и приятной. И даже хочется в такое место сгонять. Но максимум на пару-тройку денечков отдохнуть от городской суеты. Потому что, ну, будем честны, здесь не хрен делать. Ну, будем честны. Не факт, что вообще здесь есть интернет. Здесь вообще есть люди, например. Ну, что-то вот на горизонте есть мужик, но, походу, он от нас убегает. Нет, ну, слушайте, ну, типа, захочешь вечером прогуляться, да, и как бы, и чё? Тут даже фонарей нет. Реально, блин, то есть, ну, тупо теми. Короче, мой прогноз, где мы? Мне кажется, это какой-нибудь Сахалин, может быть. Может, какой-нибудь Приморья. Нет, ну, днём здесь прям, слушайте, как в сказке. Да, гуси-лебеди. Это остров Буян. Царь Салтан. Слушайте, а может, наверное, на острове можно жить. Обалденно. Это индюк? Или что это за чудо природы? Белоголовая. Не, ну, мило, мило. Мне кажется, где-то здесь живёт Шрек. Нет. Идём дальше, идём дальше, идём дальше. Давайте вот, если на той вывеске нет никакой информации, то, собственно, и бог с ней. Правильно? Откнём куда-нибудь, куда я хочу. А, нет, это мусорка. Да, что-то сегодня с моим зрением не то, ребятки. Что-то не то. Ткнём, короче, куда-нибудь в Приморье. Но чувствую, сейчас я ошибусь на 58 тысяч километров. Не меньше. Да. Это Сибирская Сибирь. Прекрасный посёлок Троицкий. А если быть точно, Троицкий, Екатерин... Свердловская область. Правильно? Логично, что мне предложили там купить дом, а не квартиру. Потому что квартира там, по всей видимости, попросту нет. В принципе, дом это здорово, на самом деле. Вот серьёзно, иметь свой дом... Ну, вот, 240 квадратов, 4 миллиона. Слушайте, это прям дворец, а не дом. Правда... А, нет, есть даже фотография внутри. О май гад. Что-то одна. Правда, одна. То есть, особо нечем здесь... Ну, слушайте, такая цена, она очень, конечно, подозрительная. Да, как бы, 16 тысяч за квадрат даже в Троицком. Насчитывая другие цены, как бы, да. Хотя вот есть 8 345 квадратов по цене однушки в Туле. Купить себе там домик. Гонять на велосипеде. Стадионы прут. Это, в смысле, свой стадион и прут, или что? А, там есть стадион. Ну, друзья мои, если это видео набирает 8 тысяч лайков, следующая карьера за футбольную команду из Троицкого, Свердловской области. И такая реально есть, кстати, смотрите-ка. Ну, а мы отправляемся в путешествие дальше. Да, сегодня я не сильно в ударе. Ой, блин, какие-то опасные гангстеры с дубинами идут на меня. Я ретируюсь, ребят. Я ретируюсь. Да, сегодня явно не в форме. Уж это, извините, я заболел. Поэтому вот гуляю в геогестере, а не в реальной жизни. Павильон закусочное. Да, что-то, наоборот, закрыто. Видимо, все уже назакусывались как следует. Вот, милая. Я родился. Слушайте, ну это мило, реально. Это мило. То есть люди реально стараются. Хоть как-то пытаются на фоне вот этого всего свинцового неба. Хотя, наверное, если бы погода была бы получше и смотрелось бы все это не так и печально. Но вот такая погода плюс какое-то все пыльное. Ну и где мы? Что-то я так смотрю по сторонам, смотрю и одна печаль. Так, слушайте, а там вдалеке проглядывается некий город. Но, честно говоря, идти до него мне совершенно нет никакого желания. Есть вроде бы какие-то апдейты, моды на геогестры, что можно за один клик проматывать там километры. Но я такой аматор. Так, леворулка, значит мы не в Приморье. Белая машина, возможно, мы на юге. Тыкаем на юг. Тыкаем, тыкаем, допустим, сюда. Боже мой, как я сегодня невероятно плох. Это у нас около Барнаула. Так, это Заринск или что, я не понимаю. Ну, похоже, похоже на то. И если ты хочешь жить в Заринске, вот в тех вот домах, которые я увидел вдалеке, отдай, пожалуйста, 4,5 миллиона рублев. Да, это четырехкомнатная здоровенная квартира. Блин. Кто будет покупать квартиры в Заринсках за такие бабки? Ну, серьезно? Так, ну вот здесь есть шанс не опозориться. А если опозориться, то не очень сильно. Очень такая уютная улочка. Хороший асфальт. Весьма ухоженные дома. Причем видно, что исторические избушки и так далее. И, очевидно, что это европейская часть России. Клевая изба, кстати, реально клевая. Клевая, да, да. Идем по этой бесконечной аллее. Идем себе. Идем, но жалко, что вообще нет никакой информации. А, похмелись. Спасибо. Спасибо, но я завязал. Пиво пить на больное горло. Это особый вид извращения. Слушайте, здесь есть Кремль. То есть, что-то прям такое реально прям мощное историческое. Курганский автобусный завод. Походу, с европейской частью я так знатно обосрался. С другой стороны, а разве есть Кремли в тех, так сказать, степях в районе Кургана? С другой стороны, это вполне мог быть туристический автобус, который приехал из Кургана сюда. Третьей стороны, долго ковыряться здесь я не хочу. Я бы просто нашел Курган и был бы рад на самом деле. Вот у меня постоянные проблемы с городом Курган. Почему-то мне кажется, что он очень-очень где-то далеко, но он вот здесь. Итак, мы здесь. Да что же за день сегодня такой? Это Суздаль! Какой позор! Это же Золотое Кольцо! Да, нет, нет, да, нет. Ну уж, если позориться, то по полной. Так, вариантов в Суздале немного. Да и город сам по себе довольно маленький. Но если бы я и брал, то брал, само собой, вот около парка. Самый лучший вариант. Пять муль... ПЯТЬ МУЛЬТОВ! За однушку! ПЯТЬ МУЛЬТОВ! 7 тысяч очков это стыд, но, ребята, как бы суть-то не в этом. Начал вторую катку и я сразу попал на показ модных шорт. Шортики. Здорово. Но я сейчас сижу в таких вот шароварах меховых, чтобы греться. Потому что осень пришла. И, как говорил один великий поэт, осень пришла и забрала листья у деревьев. Что-то такое пел Александр Пистолетов. Озерки у дома. Озерки у дома. Так, может мы где-нибудь в районе Сейнт-Пи? Там много городов маленьких, которые находятся около водоемов. И вот эти вот озерки прям, знаете, не просто так. День города был невероятно недавно. Так, опа! Ну все. ВЫКСА! Ааа! Так это же ВЫКСА! Зуб даю. Выбирайте любой. На ваш вкус. Про то, что есть ВЫКСА, я точно знаю. А вот где это? ВЫКСА Москва. То есть это недалеко от Москвы. Хотя хер его знает на самом деле. Потому что автобус очень серьезный. То есть на таком автобусе можно и доехать до Луны. Поэтому ВЫКСА может быть где угодно абсолютно. Но знаете, такие деревья мощные. Как будто северные. Прямо знаете, северная мощь в них чувствуется. Поэтому, мне кажется, ВЫКСА где-нибудь щексно-выксно. Такие, знаете, топонимы. Да, я знаю значение слова топоним. Они созвучны. Поэтому ВЫКСА, наверное, где-то вот, где-то вот тут. Допустим. Слушайте, не самый худший ГЕС. Учитывая мои прошлые заходы сегодня. Что? Пятерка? Да что за цены? Поближе к чему-нибудь такому природному. Поэтому либо около парка. Ну, слушайте, большая хата. Четыре мульта. Правда, походу, без ремонта. Но! С ковром. А? Красота. Либо около водоема. Пруд. Ну, довольно большой такой на вид. Приятный. ДВЕСТИ КВАДРАТОВ! ШЕСТИ КОМНАТНОЕ! Пацаны, всё. Всё. Продаю всё, что у меня есть. Даже кофту. Сколько дадите за неё? Ну, двести рублей хотя бы, пацаны, дадите. Сколько? Двести... Ну, слушайте, за такую квадратуру... В чём подвох? Может, это... П... Может, это под землёй вырыто? Да нет, вон, свет в окнах. Есть, кем, одна фотография снаружи этого замка? Ну, дом как дом, кирпичный. Слушайте, ну, за двести квадратов? С огородом, с участком... Блин, это реально можно своё царство открыть. Свою страну создать. Здравствуйте. В чём под... Что-то не совпало, пишут мне Авито. Ммм... Пол дома. Две квартиры. Чё такая тут по-любому муть? И дом, в принципе, не старый, и кирпичный. Знаете, тут чё-то не так. На выходных нужно сгонять, спросить, чё не так. То есть, так квартиру купишь, а она оказывается на индейском кладбище построенной. И там тебе ночью будут духи за яйца щекотать. Не, не хочу. Страшно. Идём дальше. И нас закидывает в какой-то страшный переулок. Блин. Обычно в таких вот местах заборы менее монолитные. Но тут человек прям подошёл ответственно. Не знаю, может, его часто грабили. Может, он просто такой весь таинственный, осторожный и загадочный. Но, с другой стороны, даже я своим пузом такой забор при желании мог бы перемахнуть. Но не буду, потому что я как Джеральд Батлер. Прям законопослушный гражданин, так сказать. Ну, так, ну, оп, оп. Давайте выйдем от этого грязюка. Блин, я сейчас свои новые кеды зафаршмачу. Опа! И сразу, смотрите, лето, красота, солнышко. Я говорю, прям вот всё прям преображается сразу, да? Саванна. Слушайте, даю любой свой зуб. Это юг. Это юг. Даже думать нечего. Давайте вот к нему куда-нибудь даже вот ближе к Кавказу. Ближе к Краснодару. Куда-нибудь всю дым. Посмотрите. Сегодня не мой день, пацаны. Сегодня вообще не мой день. Это город Уссурийск. Ну, слушайте, как я мог понять, что это Уссурийск, если нет ни одного тигра в кадре? Ну, что за бред? Когда на прошлом таком видео выпал Владивосток, мне в комментариях писали, что там популярнее не Авито, а какой-то другой сайт. Но, честно говоря, забыл. Извините, старичок, забыл. Честно говоря, жить на Дальнем Востоке я бы не сильно-то и хотел. Уж слишком он, сука, дальний. С другой стороны, прикольная природа. В принципе, цены более-менее терпимые, да? Хотя, вот опять-таки, однушка за 5 мультов, 150 почти тонн за квадрат. Это какой-то пиздец, если честно. Ну, а как это по-другому назвать, чуваки? Как это по-другому назвать, а? Да, 0 поинтов я набрал. Ух ты. Обычно в таких домах живут всякие монстры. Собственно, да, киш. Проклятый старый дом. Сминается. Так, ну, а мы идем, а мы идем. Это явно не Дальний Восток. Там такой застройки практически нет. Это, сука. Города побратимы. Это какая-то, сука, загадка, да? У этого города есть 4 города побратимы. Валдай, Торжок, Пушкин и Павловск. При этом Валдай Аудит. Город Валдай. Хм. То есть Валдай сам себе брат. Ну, базару 0. Только где Валдай находится? Загадка на самом деле очень хорошая. Пацаны, если бы мне сейчас не позвонили с завода и через полчаса мне не нужно было бы идти на смену, я бы поискал Валдай. Ну, слушайте, Валдай звучит как-то по-сибирски. Поэтому я ткну куда-нибудь в район Новосибирска и вновь сильно-сильно опозорюсь. О, слушайте, это мои варианты. Смотрите-ка. Лям. 900 тысяч за 47 квадратов. Правда, не Валдай, а деревня Ивантеева. Меня пытаются подло обмануть. Но мы докопаемся до правды. И, собственно, вот. Ну, блин, ни одного варианта прям около воды нет. То есть люди прям держатся за эти места. Хорошо, но вот более-менее близкие варики. У-у-у, 900 тонн за одну хун. Это как-то уже по-людски, что ли? Ну, вот это уже как-то уже и не очень. Дальше предпоследний каточ на сегодня. Опять, сука, не тула. Барнаул, во! Это мой звездный час. Ребята, Барнаул я найду в три счета. Вот он, сладенький мой, Барнаул. Иди сюда, родной. Ну, не 5 тысяч, но тоже неплохо. Мне кажется, там довольно дорогое жилье. Потому что рядом Новосибирск. И в Новосибирске тоже дорогое жилье. Ну, как, рядом 200 километров. Рядом. Так, очень много вариантов. Походу, Барнаул большой дом. И потом, знаете, меня как Герасима тянет к воде. Поэтому давайте потыкаемся. Ой, ух, ё. Какие-то прям элитные ЖК строят. Так называемые стекляшки. О, не-не-не. Слушайте, Барнаул не мой вариант. Вот что-нибудь здесь. Вот 2,9 вижу вариант. Квартира, студия 29. Всё, что меньше 30 квадратов, не для моей мощной задницы. Извините. Да, что-то Барнаул кусается. Прям, знаете, прям по локоть буквально. Как акула, как мегалодон кусается. Последняя на сегодня. Ух ты, какие-то горы впереди. Это хорошо, это радует. Носки сушат. Ну-ка. Плохо постирали. Воняет ещё. Так, это вообще как будто общага какая-то. Блин. Что-то печальное, печальное местечко. Так, ну смотрите, смотрите. Город идёт вниз. КОРОВА! Последний раз корову посреди города я видел, блядь, в Фоллауте третьем. В городе Мегатонна. Но там, в принципе, похожие дома на самом деле. Ещё одна корова. То есть, это не случайность. Я удивлён. Я очень сильно удивлён. То есть, просто коровы... Ну, я не про девушек сам. Особенно я реально про коровы говорю. А то подумайте, что я оскорбил этих няшек, стесняшек. У меня аж мысль сбилась. Чё я говорил? Коровы, Фоллауты... Так вот... Город идёт вниз. Это Владивосток. Нужно на тачке посмотреть. Если праворулки... А, походу, праворулки... Потому что Владивосток, это, как известно, русский Сан-Франциско. Ну, вроде бы, когда мне Владивосток выпадал в картах, такой город прям-то неплохой был, мощный. И чтобы там корова ходила посреди города. Опять-таки, без негатива. Чё, это... Это мило. Это природа. Вон, горы. Тоже это мило. Но, сука... А если её собьёт? А если она кого-нибудь засосёт? Какого-нибудь малыша? То есть, всё-таки это корова, блядь. Здоровенная. Просто многие из вас вживую коров не видели. Я видел. Я об этом рассказал в одном из своих недавних видосов. Корова. Ладно, наткну в Приморье куда-нибудь. И хер его знает. Пусть будет город Артём, например. Славный город Артём. И, слушайте, я очень близко оказался. На удивление, это Южно-Морской. Никто здесь ничего не продаёт. Но вы знаете, я не из тех, кто сдаётся. Владивосток.домклик.ру Звучит как то, что нам нужно. Что вы опять? Что за ужас, ребята? Вопросы. Что это за кошмар, ребята? Опять сотка и выше за квадрат. Ну вот, более-менее вариант неплохой. Но, блин, трёшка. Нафига мне трёшка? Только если жить... Я, Кыся и корова, да? Как бы в третьей комнате. Только если так. Ну что, пупсики? Вы, наверное, думали, что это всё. Но нет, легендарный камбэк минутки респекта. Во-первых, большое спасибо всем, кто досмотрел эту, наверное, получасовую телегу до конца. А отдельно, благодарочка, некому Алексею П. Заславшему в нашу редакцию 69 мощных рублей. И написавшему, передаю привет Дианочке из Воронежа. К сожалению, сегодня Воронеж не выпал. Но если данная рубрика будет собирать лайки, комментарии, просмотры, то вполне возможно, что и до Воронежа рано или поздно мы доберёмся. Но если вы желаете добраться до минутки респекта, информация по этому вопросу в описании. Собственно, можете там кысю прикормить, привет передать, или написать что-нибудь мудрое и философское. Но у меня в конце к вам просто небольшая просьба. Хватит в комментариях называть меня старым тузиком. До свидания.